Под каждым моим роликом, которые выходили в последние три месяца, обязательно найдется комментарий, где спрашивают, когда наконец обзор на Vivo TWS2. Так вот, новинка получила вакуумную конструкцию, систему интеллектуального активного шумоподавления звука, режим прозрачности, контроль давления, регулировка громкости прямо с наушников, мультипоинт с ограничением в подключении двух устройств одновременно, стереоэффект DeepX2 и защиту от влаги и пыли IP54. Кодек APTX адаптив на борту, звучание хорошее, с басами, два цвета и своя программа. Ожиданий к этим наушникам лично у меня было больше из-за такого активного наплыва вопросов о них. Ведь мы все помним лучшие беспроводные наушники форм-фактора вкладыша на рынке, а именно Vivo TWS 2019 года, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И мы на эти надеялись, что они тоже будут лучшими. Что я думаю по поводу этой модели и результаты моих тестов вы сейчас узнаете. Разумеется, с примерами микрофонов и задержки. Тьюб 891, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные это 5 ми бэндов 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Vivo TWS 2. Итак, коробка пришла целая, слегка помятая по краям, в отличие от Vivo TWS Neo. Если вы помните, она пришла совершенно убитая. Обзор на них вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Коробка белая, с изображением наушников, внимание, в синем градиенте. Но внутри, как вы заметили, лежат белые. Да-да, вот такая странность. Аналогично у Vivo TWS 2E нарисованы белые на коробке, а в коробке лежат синие. Летим дальше. Коробка из плотного картона, на ней напечатано минимальное количество информации. Открывается она легко, в комплект входит запах клея, зарядный бокс с наушниками, кабель зарядки USB Type-C, две пары сменных амбушюр и краткое руководство на китайском, как и все спеки на самой коробке. Переходим к боксу. У меня он выполнен в белом цвете, полностью из глянцевого пластика. В руке скользкий и очень маркий. На корпусе расположен разъем USB Type-C для зарядки, один световой индикатор, логотип Vivo и кнопка первоначального сопряжения. Кстати, кнопку не всегда обязательно зажимать для переподключения к другому смартфону. У меня они сами вошли в режим поиска устройства. Дальше. Люфт у крышки приличный, даже в закрытом состоянии. При закрытии очень громко примагничивается. Щелчок такой бодрый. Внутри кейса ничего особенного нет, а именно два места под наушники для вертикального их расположения, в каждом по два контакта для зарядки в ножках и спеки бокса на китайском. На этом все. Габариты зарядного бокса составляют 60 мм на 24 на 45 мм. Как бы не хотелось иметь более компактный кейс из-за размера наушников, меньше его сделать никак, наверное, не получится. В кармане не мешаются и не теряются. Весит бокс 32 грамма, легкий. Емкость аккумулятора на 505 мАч. Полный цикл зарядки от родного кабеля 1 час 30 минут. Наушники можно перезарядить целых 4 раза. Открывается он одной рукой легко. Беспроводной зарядки не завезли. Внутри наушники подвижные. Да, из кейса они вылетают при тряске легко. Теперь о наушниках. Изготовлены из такого же глянцевого белого пластика. Невыносимо скользкие в руке и по этой причине их сложно извлекать из бокса. По корпусу расположены микрофоны, два контакта для зарядки и сенсорная панель. Микрофонов здесь три, в принципе это довольно стандартно. Два из них ничем не защищены, так что чистить их придется довольно часто или прощаться с хорошим звуком при разговоре. А один встроен в динамик. Габариты наушников 23 мм на 22 мм на 30 мм, а вес каждого 5 граммов. Брызг воды и пота они не боятся, как и пыли. Ну, во всяком случае относительно, так как тут защита IP54. Плавать в них нельзя, в душ нельзя, но дождик они не боятся. Процессор Deep HD Clean Audio. Подвижная катушка на 12,2 мм. Такой неплохой драйвер динамический. Шумоподавление до 40 дБ на борту и отрабатывает оно неплохо. Не лучшее, что у меня было, но приемлемое. Наслаждаясь музыкой, набор текста на клавиатуре слышишь отчетливо, несмотря на то, что она не механическая. Хотя остальные факторы шума, которые находятся дальше, активный шумодав глушит. Эффект прозрачности не раздражительный, Ambient Sound здесь, скажем так, неплохой. И, кстати, во время использования заметил, что для лучшей работы режимов шумоподавления и прозрачности нужно отключить обнаружение наушников, либо выключить и включить. Не знаю, с чем это связано, это, скорее всего, прошивку еще не допилили. Не знаю, как это работает, но у меня после проделанных процедур все значительно улучшилось. Мультиподключение к двум устройствам работает без проблем. Также здесь имеется умный перевод в реальном времени и озвучивание уведомлений, которые, скорее всего, вам не понадобятся из-за ограничений. Уж это китайские. Сенсоры приближения есть и работают отлично. Как вы понимаете, я сейчас про автопаузу, которая здесь на борту. Автоматически подключаются они к телефону при открытии крышки кейса. По одному работают, но подключаются с небольшой заметной задержкой. Емкость аккумулятора одного наушника 48 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час. По автономности на 50% громкости за 2 часа ушло ровно 50% зарядки с включенным шумоподавлением. Если отключить, то отрабатывают на 50% громкости они 7,5 часов, что довольно сильно. В ушах сидят комфортно, не выпадают, что однозначный плюс. По тапам нам доступны функции вызова голосового помощника, перелистывание трека, включение-выключение режима прозрачности и шумоподавление. Управление вызовами и регулировка громкости. Заряд в шторке виден. Анимации не обнаружил ни на айфоне 11 Pro Max, ни на OnePlus 7T Pro. И даже в рекламе я ее, если честно, не видел. Переходим к следующему. Приложение. Наушники Vivo. Скачивается по QR-коду в инструкции и доступна только на андроиде на данный момент. Первое, что заметил, это не до конца хороший перевод. Итак, на главном экране мы видим сопряженное устройство, а также состояние заряда наушников. Опять без заряда кейса, надеюсь, это дело завезут. В настройках самих наушников первое, что нужно сделать, это, разумеется, обновить прошивку. Далее есть возможность отключить устройство, настройка тапов, обнаружение наушников, режимы шумоподавления с четырьмя способами работы и прозрачность. Последнее, это знакомство с функциями Vivo TWS 2. Bluetooth версии 5.2, иногда происходят фризы во время проигрывания, редко и обычно это в местах с обилием Wi-Fi сетей. Допустим, в Меге. Через две стены наушники ловят, не отваливаются, задержки в играх не критичны, кодеки APTX Adaptive, AAC и SBC. Примеры задержки вы сейчас услышите. Примеры задержки вы сейчас услышите. пример работы микрофонов тоже сейчас услышите я думаю они вам понравятся тест микрофонов беспроводных наушников и в твс2 уже в помещении вы видите что здесь она большое это вход в многоквартирный дом в городе кудрово и примерно так вас будут слышать собеседники посмотрите дверь открыта то есть здесь акустика вообще все мрачно высокие потолки если микрофоны каким-то образом умудряются при помощи 6 висишки давить это эхо ого-го какое то отлично если нет ну значит так вас будут слышать собеседники во всяком случае вы предупреждены от себя хочу отметить что здесь примерно такие же микрофоны как в opa nk free 2 но чуть-чуть лучше а вот opa nk free 2 по мне чуть чуть лучше звук вот такой вот мини спойлер к сожалению возможно что-то когда-то в новых версиях у вива изменится пока только так тест работы беспроводных наушников вива твс2 вы слышите как сейчас мимо меня проезжает автобус помимо автобуса вы видите примерно какой здесь ветер и микрофоны просто захлебываются от ветра если мы при этом что-то слышите то значит микрофоны вива твс2 работают хорошо во всяком случае на улице звук лично для меня не идеален слишком они уже мягко играют громкости не хватает однозначно не критично но запаса нет басы сглаженные слегка западают для любителей баса пробивающего до мозга и костей точно не подойдут на данный момент вокал отыгрывает хорошо но все зависит от композиции очень звонкие голоса урезает это же сглаживает по факту уж отрабатывают свои деньги на все 100 но среднего баса по минимуму нет я сказал бы вообще никакой слоистости если придраться не хватает глубины верхние не задраны каши на максимальной громкости нет которая здесь и не особо сумасшедшая но хотя лучше чем зима и пьер под но проигрывают они по звуку по моему мнению как мы из упро так и у пн к free 2 обзоры на которые вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана об автономности они проигрывают r dots 3 pro от сяоми по ссылке тоже в правом верхнем углу экрана и у них тоже были проблемы с максимальной громкостью которая недостаточно по мне допускаю что прошивкой звука не допилят но пока только так из минусов для меня это на данный момент отсутствие анимации не идеальное звучание отсутствие беспроводной зарядки бокса надеюсь со временем приложение выйдет и на ios его хорошо пофиксят в плане перевода обязательно чтобы там еще появился и заряд бокса иначе очень странная реализация я такого давно не встречал еще один весомый минус это то что они уже очень скользкие глянец конечно красивый но не практичные цену вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео без сейлов из-за бесплатной доставкой она выходит около 79 долларов но распродажа как всегда на носу 12 числа на али начнется сейл именные про микки мне уже обещали их вы сможете найти как всегда в моем telegram канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии там будет дешевле резюмирует для своей цены отличные наушники свое они отрабатывают тапами управлять удобно звук с прошивками я уверен допилят завтра обзор на анкер q35 и послезавтра на вива tvs 2 и а потом пройдемся по huawei фри бат 4 все купил все пришло все тестирую подписывайтесь с колоколом читайте описание конкурсом девайсу да добра и удачи вам дорогие друзья